Мы говорим шёпотом, потому что мы здесь незаконны, судя по всему. У всех один единственный вопрос. Будет ли сегодня работа из офиса? Все очень ждут. Мы посмотрим. Моя карьера закрыта. Ну, я спортом-то занимаюсь. Как учили, восьмой на тебе. Александр, прошу прощения. Главное быть на опыте. Привет, друзья. Я возле льда, на котором сегодня будет твориться что-то очень интересное. Очень много звезд, очень много событий. И сегодня второй благотворительный матч Артемия Панарина. Сейчас у нас был такой момент, когда уже начинаешь чувствовать конкуренцию среди блогеров. Тут уже очередь собралась, чтобы просто подойти к фонарингу. Вот они стоят мерзавцы. Вот так вот друзей и теряете. Так, про себя что могу сказать? Я сюда пришел с розовой мечтой взять просто автограф. Уже Панарин расписался, ему большое спасибо. Теперь у меня есть крутая кофта. Смотрите, ребята. Ты не первый раз на Бадон мероприятиях. Мы сейчас в фуршетной зоне. Царской. Ну, пожалуйста, все есть. Сюда далеко не каждый может пройти. Ну, приятно. Очень. Приятно, что узнают, приятно, что знают. Приятно, что подходят, здороваются. И вот Николишин только что прошел и поздоровался. И Сычев только что подошел. Да, поздоровался. Вообще Дима очень лучший хоккеист в мире, если что. Если вдруг вы не знали. А еще, знаете, ребята, я задал такой Володе вопрос, что вот он со всеми общается на «ты». И мне как-то, ну, мне тяжело. Допустим, Артемий младше меня. Ну, многие ребята младше меня. Там ровесник, только, наверное, Овечкин. Все остальные, походу, младше. И мне все равно как-то язык не поворачивает сказать «ты». Как ты преодолеваешь этот барьер? Ну, наверное, просто каким-то образом уже немножко привык. И я кого-то называю на «вы», кого-то на «ты», кого-то просто по имени длинному, ну, то есть полному имени. «Александр», например, «ты», либо «Александр», «вы», это уже как бы момент такой. Это он про меня, он со мной на «вы». Ну да, я с Александром на «вы» могу общаться. Подобного уровня звезды у них есть такое понятие, мне так кажется, я так называю, витринной дружбы. Мы-то их всех знаем, а они нас-то нет. Сейчас вам покажу, как это происходит за кадром. Из НХЛ, из игрушки, из ретро-четей. И ты должен их просто будешь угадать. Ну давай. Без проблем. Отлично, Сань, на-пас, снимай. Пока ты делаешь, да. И у меня сразу прямо вот можно экспресс-вопрос. Они напрягают, когда подходят малознакомые люди, сразу начинают... Мы уже немало знакомые. Дим, короче, я тебе показываю на телефоне, ты просто должен угадать. Не, ну, Саша. Именно таким образом, короче говоря, и добывается контент, который вы видите, лайкайте, дизлайкайте и говорите, что ты снял какую-то херню. Арена Плейс Север. Получается, это уже вторая арена Панарина. Отличные зоны, отличные всякие эти лаунжи, випы и все остальное. И два льда. Все на высшем уровне. Арена шикарная. Илья, такой вопрос, вопрос на миллион. Я посмотрел, с кем ты сидишь в раздевалке. Да. Как тебе соседи по лавочке? Нормально. Я буду постараться сегодня максимально никому не мешать. И пытаться, я не знаю, где-нибудь быть полезным. А ты знаешь же, что арена новая? Да. Первые игры сегодня будут. Еще так удачно, что ребята арена Плейс сделали. У них цвета черно-желтые и арена сама черно-желтая. И все так с друг с другом сочетается. Очень прикольно. Поэтому, мне кажется, такое хорошее мероприятие для начала больших жизней арены. Влад, как мы... Значит, что? Подожди. Значит, что? Как-то я спросил, а как можно здесь поиграть? Знаете, что мне ответили? Говорят, короче, ты кто? Так вот, Влад. Давай, давай. Кто ты, да? Ты кто? Вот, пожалуйста, молодчик сегодня играет в рамни и будет ловить от всех. Будет ловить от всех. Я даже не знаю, что здесь можно спрашивать. Я даже не знаю, что здесь можно рассказать. Ты общался с кем? Спрашивал там какие-нибудь советы? Тут, ну, советов никаких не может быть. Да, да, да. Меня тренер учил, смотри. Смысл какой? Я просто тебе покажу технически, что я должен делать. Так. Разворачиваешься, из ворот шайбочку достаешь, откидываешь и встаешь вот так. Мне довелось в свое время пообщаться с Василевским. Я у него спросил, как оно, когда тебе щелкает Овечкин, как ты это ловишь? Говорит, ну, защурился, если он в себя попал, значит, ты поймал. Если он в тебя не попал, как будешь ловить броски Овечкин? Слушай, ну, я примерно так же. Блин, на самом деле, если реально получится бросок с офиса, вообще хотя бы 10% силой, которая это, вот для меня это будет просто оргазм. А задам вопрос такой непопулярный про деньги. Не скажу. Короче говоря, подписывайся с какой-то игрок в НХЛ и у него там зарплата какая-то, да, и там, скажем, например, 7 миллионов, если перевести на наши. А, да, это Клинберг. Да. Из Ванахана. Не удивляет вот эта тема, то, что не появляется какого-то барьера и люди не сходят с ума из-за этого? Во-первых, 7 миллионов, они, факт, чисто это порядка 2 миллиона. Во-вторых, ну, конечно, в деньгах. В этом, в том, что они остаются такими же простыми ребятами, мы сейчас с Понариной общались, он рассказывал, как на поезде ехал, да, там и в Коркино, на машине. И с чего будем звездиться? Потому что в хоккее, как в отличие от других видов спорта, может быть, сразу же дают по голове, если ты начинаешь звездиться. В команде, если ты начинаешь делать дайвинг вот на льду, да, тебя свои же будут хейтить. То есть в хоккее такая особенная тема, что, да, вот при Олеге Горевич попробует звездиться. Я тебе привезу сразу, как пацаны. Да, рад послушать. Ты его уже, да, знаешь? И вот попробуй при таких людях, как там Знарок, что-то звездиться, тебя сразу поставят на место. И это отражается и в быту тоже. Кто у нас? Трудно назвать хоккеиста, кстати, который, который сорвал крышу от звездной болезни, и он построил хороший карьер. Ну кто? Таких же нет. Вот это я удачно попал. Сам Александр Великий. Просто вереница людей. Как дела? Да я сейчас тебе расскажу, как у меня дела. Мне кажется, я когда пописываю, я удешевляю этот джерси. Виктор, как это чувствовать себя звездой? Привычно. Уже не сочетать, сколько ваша рука оставила с автографом, да? Да, но если честно, четыре. Самое странное, в чем я расписывался, честно говоря, это был паспорт РФ. Человек прям дал паспорт и говорит, распишись. И я расписался, я не знаю, как бы. Ну, видимо, он ему не нужен был, или он его менял, или что-то в этом духе. Деньги давали небольшие, типа там, сто-рублевые. Ладно бы пяти тысячную дали, типа, я говорю, такой, не-не, ты на сто рублях. Вот, это твой потолок. А так обычно дают какую-то бумажку, или обычно... С Виктором Комаровым договорился повесить ему камеру на шлем. Есть очень большая вероятность, что у вас будет Гоупро Хоккей Асуда с такого звездного льда и такого звездного мероприятия. Пошли туда. Пошли туда. Иди тут. Поздоровайся. Не волки. Я не знаю, как хотят ночушки. Не, 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 сидишь, сидишь. Он, наверное, не будет. Давай, Сергей, поздоровайся. Давай, вставай, фотографируй. Сиди, вставай. Улыбайся. Давай, дико. Пошли. Так, с кем еще? Денисов, пока все отбежали, наконец-то просто огромная конкуренция. Никому не подойти, стопся тысяч камер. Круто же. Мероприятие просто шикарное. По фамилиям я даже не могу передать. Да, там, посмотрел, он побежал. Орлов, Овечки. Да. Подков, Николиш, Денисов, Маркидар, Чинаков, Людушка. Вообще. Про вот эти внутренние ощущения. Уже понятно, что не впервой, но, мне кажется, к такому нельзя привыкнуть. Ну, и играть в таком составе. Нет, нет. Ну, как все равно, голова кружится, потому что лучше хоккеиста земли. Здесь. И ты с ним в одной раздевалке. Более того, сейчас еще и ракушку тут же возьмешь. Он, что у вас подков. Он так кажется сам. И выйдешь на лед с ними. И коуч, вот видишь, уже на недвяке, как он ходит. Ну, конечно, трясет. Трясет, конечно, трясет. Ну, все от музыки зависит. Вот сейчас, видишь, Павел Маркидан ставит музыку какую-то мощнейшую. Вот, все. И пошло. Все, посмотри, качает уже всех. А у всех один единственный вопрос. Будет ли сегодня работа из офиса? Все очень ждут. Ну, посмотрим. Посмотрим. У меня только одну клюшку взял. Боюсь, все, не буду бросать. Спасибо. Здесь тоже, я вам скажу, не кисло. Воинов, Радулов, Шипачев. Комаров. 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 Мы говорим шепотом. Потому что мы здесь незаконно, судя по всему. Я когда всем говорю, там Комаров будет играть. Все-таки Лео. Я говорю, ну, почти. Слушай, ну, это нормально, когда мы на хоккейном мероприятии. Если бы такой ответ был на каком-то другом мероприятии, на юмористическом, типа, там Комаров выступает Лео, ну, тогда это было бы странно. А тут? Александр, еще один вопрос. Многие видели там в соцсетях, вот, момент в раздевалке, когда сидишь в телефоне, что-то смотришь, и там уже просто у людей бой. На что ты смотришь? Там люди чуть ли не ставят. Кто говорит Инстаграм, кто говорит новости, кто говорит... В час? Ну, в частности, да, вот, в час. А я фотографии сына отправлял жене. Никто не угадал. Все просто. Ты со всеми общаешься на ты. Почему так? Ну, кстати, не со всеми, мне кажется. Иногда, как-то, может быть, с условно к овечке, но я могу там, может быть, типа, на вы. Хотя даже нет. Вот, симпасырочек, да. Да, хоть какая-то польза от Владимира Вабона Тимофеева в этой жизни есть. На самом деле, да, есть такая история, типа, тыканье, но, условно, если бы мне было, наверное, лет 20, да, а я там, кстати, многих хоккеистов-то постарше буду. Вот, поэтому, как бы, странно. Ну, я вот, собственно, Володя тоже говорит про постарше, не постарше, а дел тут не только в возрасте. Ты же, как бы, ну, не знаешь, что-то, у него такая витранная, витринная дружба, да. Все их знают. Там все могут сказать, Дима, вот, у тебя там было вчера, то, все, например, с Орловым, да. А он-то тебя не знает, ты для него абсолютно нового человека, ты к нему подходишь. То есть, вот, прикинь, к тебе подходит какой-то тип тоже, да, там, который, ну, даже пусть он старше тебя. Да, да. И говорит, Вано, здорово, как у тебя дела? Ну, ты дал. То есть, ну, знаешь, что... Ну, нет, тут... Я обращаю ваше внимание, да, что Тёма стоит, разговаривает с Димой. Он, мы, мы подходили, да, да, смотри, он... Опять же, есть, вот, как это, панибратство, да, которое вот прям вот реально, эй, вот так вот, да, вот, как ты сейчас показал, есть такое. Но если говорить, что просто ты, и как бы уважительно, да, там, общаешься, там, проявляешь, да, там, без всяких вот этих... Даро, Панара, я б как дела, эй, Орел, даро. Вот это, это херовая история. Вот так нельзя. Условно, ты и вы, но это, наверное, как-то... Ну, уже ты сам, наверное, решаешь, типа, можно или как-то нельзя, вот. Ну, наверное, как-то так могу ответить. Павел, была фраза, банарин событие, овечкин событие. Сейчас и то, и то здесь. Как можно это назвать? Два события. Субтитры делал DimaTorzok Так, Сань, я начал писать, вот, будем выходить из раздевалки. Я надеюсь, это все пишется, может даже звук ты слышишь. Я с тобой в тройке. А, да, вон, надо посмотреть. Это я, Гаврил, а ты с нами, Макс. Супер, центр, это ж моя позиция. Да я выграю, я выграю, да что ты волнуешься? Да, видишь, смотри, как меня надели. Все. Очень солидный. Все. Красиво, главное красиво быть. Главное красиво, да. Я теперь даже по секрету скажу, я теперь скотч не отрываю, а отрезаю его. Ни херает, не помогает в целом, но может быть будет где-то в будущем. Неудобно же так, или так мотаешь? Мячик же так мотает. Мячик? Какой мячик? Ну, народ, кто мотает, знаешь, ты мазаешь со щитком и намазаешь каждый раз больше, больше, больше. Да, а потом что-то здесь не делаешь. Вадим, приветствую. Давай, давай, парни. Все, 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 пойдем, 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 пойдем. Коман? Герас. Один не стоит. Ага. на ты. Они подходят к Овечкину, видят его первый раз, говорят, Сань, здорово, ну че, как ты добрался? Мне кажется, это такое немножко понебратство странное. Они обижаются, когда на вы. Серьезно? Да. Попробуй на вы обратиться, он обидится. Ну, если так, в разевалке, я имею в виду. Потому что это подчеркивает возраст. Так, какие-то не хотят быть старыми. Они никогда не говорят, что старый или ветеран. Они всегда говорят опытный. Опытный. Всегда поправляют. Век живи, век учись. А я хожу, выкаю и удивляюсь, что со мной стараются общаться поменьше. Да-да-да. Главное быть на опыте. Так, ну все, Сань, вот мы поехали. Игроки. Ну, страшно, Сань, я тебе хочу сказать. Страшно, да, не то, чтобы ты видишь белых, а когда своих видишь. Артемий, а эта коробка, она как НХЛ-овская? Думаешь, я знаю? Ну, так, по ощущениям. Так, вроде, попозже, да? Но, ну, но никак и российская большая, да? Поменьше. Я не уверен, в честь, в мире, мне кажется, да, Россия большая. Мы сейчас и меняем здесь, но мы хотим. А, ну вот так, от Синий, посмотри. Это такое расстояние отсюда, да? Да, на мой взгляд. Ты же играешь здесь постоянно, я тоже под собой. А, слушай. Ты даже КХЛ постоянно стоишь. Вот для меня это маленькая, у нас в орбите большая. То есть там я прям могу успевать думать. А, а я думал, ты здесь даже не устанешь, да? Не, наоборот, устану, потому что туда-сюда. Туда-сюда. А туда-то ты поехал? Да, давай-то по-сюда. Не-не-не, все-все-все. Тут это не шуточки ваши. Главное, это, на яички, на броски не пытайтесь блокировать, ладно? Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Самая плохая идея была. Это мне шина сказал. Она у тебя мухрая. Да. Да. Чёрт! Чёрт! Товорот это не ездит! Товорот это не ездит, да тут. Попадут ещё там, что не смотрят. Тут же не все пройдут, товорот не проезжают, сутка как идут. Да, да, да. Ну я посмотрел, вроде там никто не бросал. Спасибо. Паш, спасибо, я посмотрел, там вроде никто не бросал. А так я помню, что там лучше не стоять. Ну ладно, с камеры тебе подойду. Сейчас, можно сказать, занимаешь позицию тренера, по сути. Стоишь за спиной игроков. Я вот вижу уже, так сказать, выкрикивают давай-давай. А что ты хочешь сказать парня? Я хочу, чтобы меня никто не поконял отсюда. Это все, что я хочу. Спасибо. Ната, давай на камеру. Что? Как пропала моя джерси? Это потому что я в прошлый раз не пришел, да? На самом деле мы этот матч готовили очень долго. Но, как всегда, в последние несколько дней вылазают какие-то маленькие недоделки. Не спали, не ели. Все ради того, чтобы людям понравилось. И пришлось немножко пожертвовать твоей джерси. Но ты, как мой близкий друг, надеюсь, не в обиде. Я в третьем звене. Максим, очень рад с вами. Ты первый. В центр. В центр. Нам в брасу меня поставили. В центр. В падение? Да. В центр меня поставили. Да. Конечно. Конечно, Сереж. Я забью. Ну вот мы стоим напротив. У нас стоят игроки национальной хоккейной лиги. Это я на камеру наговариваю. Страшно. Саня, ты даже не представляешь как. Так, ну что, ребята. Вот все начинается. Какие-то советы на установку? Какие пожелания? Нет? Давайте забивать наговарить. Забивать голы и все правильно. Итак, наша задача не поломаться в первой смене. Ну подожди, подожди пока. Итак, вот Вадим подбирает. И там дальше ничего не видно. Да, я не вижу. Олег Валерьевич стоит. Я в центре. Я в центре. Да, я уже иду. Шипачева. Нет, Шипачева. Это моя первая смена в матче. Слышь, я? Да, конечно. Я и до этой первой смены стал. Что за глупый вопрос? Это не все. А на это на самом деле полезно. Ой-ой-ой, это я. Да, дайте же. Ой-ой-ой. Про PRATTIчески. О! Идем дальше. Ай-ой! Практически. Виктор, ты в таком там сейчас на месте был, в таком, нифига себе с кем ты сидишь, Александр Радулов, Рядовская на минутку. Дыши, дыши. Дыши, дыши. Я отрекал его, дай его восстановить. Это было быстро. Так, сейчас чуть отдышался, ну, теперь все. Я вообще не отдышался, если что. Да? Слушай, ну теперь это точно реальность, понимаешь, это тебе не приснилось, ты точно сейчас со всеми этими людьми на льду. Да, ну, понятное дело, конечно, они очень хорошо дают и поиграть, и почувствовать удовольствие, и подсказывают, причем и с той, и с другой стороны. Вообще огромное удовольствие здесь находиться. Что они куда-то на целом идут. Стоять. Ага. Воспешит? Ага. Я умираю. Ха-ха. Какое же дела? Нормально? Стоять. Муталю. Воспешит? Ну и я! Ай, как было страшно! Александр, приветствую! Вопрос такой. Часто слышу, с хоккеистами разговаривают всегда на «ты». Я вот смотрю, преимущественно. Не раздражает ли, не задевает ли это? Потому что у хоккеистов, у звезд у вас, грубо говоря, такая витринная дружба. Вот, например, я вас знаю. И я, ну, в каком-то мере тоже хочу сказать, Саш, ну я же тебя знаю. Говори нормально. Не раздражает, когда на «ты» общаешься? Не, вообще нормально. Состав собрался просто дичайший. Сегодня? Сегодня ты сама с собой. Я имею в виду на КХЛ то, что сейчас будет. Время покажут. Но сначала можно доказывать делом. А там посмотрим, правильно. Да, ну это круто. Я прямо реально буду светить всячески. Дай бог, чтобы все получилось. Да, удачи и без травм. Да. О, бог мой. Как я устал. Итак, ну ладно, поехали. Есть. Сразу и вот сюда. Нет. А я был так близок. Есть. Ой. Ну-ой-ой-ой-ой. Динамо ночь. Ой-ой-ой. О-оо-о. Падим, можно вопрос? Быстрый, по площадке. Как вы думаете, это размер... Каратка. Каратка? То есть это вот на такой играет в НКЛ. Да. И на Динамо. Какая она такая же, да. Ну, на Динамо, в частности, вот такая была, да? Последний сезон я ходил. Достаточно маленькая по сравнению, вот у нас старый стадион в Зинограде. Там побольше такая. Все побыстрее, знаешь. Побыстрее, это слабо сказано. Тут сильно быстро. Я-то что вначале поехал? Думал, времени дофига. Пульс до 122 опустился. Вот Александр Овечкин. Сейчас. О, страшно-то как было. Прозвращение. Пойм. Давай ее подзаряжу, чтобы она не подвела в самый нужный момент. Моя карьера закрыта. Три выхода в ноль от Овечкина. Ну все как. Я все всем доказал. И сколько тебе надо? Ну я без костылей уже без этой штуки. Через пару дней. В понедельник у меня чекап. Если все нормально, он скажет, забирай. На лед. Попробовать первый раз можно 15 сентября. Но мне главное, знаешь что? Мне главное, чтобы все в пластины, она бывает, знаешь, когда мешает чуть-чуть. Все главное уже бонус, Саня пришел. Да. Это самое главное. Реабилитировать за сколько кончишь. Можно успокоиться, можно... Вам на что притаскивать не пришлось? Вам на что притаскивать не пришлось? А те же посылы, да? Они вставляют, а не будут. Давай, давай, давай. Даю, даю. Забей, Вить, забей. Я буду стараться. Как учили, восьмой на тебе. Хорошо, хорошо. Ты где, слева, справа? Я буду справа, я буду справа. Я буду везде, но больше справа. Так, что здесь надо делать? Первый обрезак не Ü trauma. Ха-ха-ха-ха. Ut ownership. Норм работает! У них не получится просты! За битом бурги! Ну, вот такой огромный. Я представляю людей, которые по работе должны идти в стык. Да, да, пожалуйста, Паш. Паш, пожалуйста. Всё, плюсик, 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 да. Всё, три-три. Поплыли они, поплыли. Только не в борт. А-а-а! Закомандно светлый гол Мадула Александра Овечкин. Александр Овечкин забивает гол. Я его проглядел, кстати. И счёт у нас уже стал 4-3. Я каким должен стать? Вторым? Стало! Я б б excitement. Все. Но nicest оказался такlane. Мне кажется, надо поставить обратно, кажется. Серёга! Серёга, давай-давай-давай! Ну, это их проблемы, я-то всех знаю, что мне кайф здесь вселить. Так все равно тебе бы покомфортнее было. Мне и так комфортнее было, что что, я тебя умоляю. Такая поддержка со стороны ПРО для любителей. Никто не гнобит, все как бы для тебя играют по факту, дают возможность. Что еще надо, чтоб мне тут рядом кто стоял. Знаешь, иногда интересно просто почувствовать, что такое врезаться в Овечкина. Просто, ну чисто, знаешь, не до травмы, но так, чтобы потом минут за три прийти в себя. Ну так чисто интересно. Ты принимал когда-нибудь хит от Овечкина? Принимал? Не, не ты. Раз, два, три, четыре. Защитник? Защитник? Caesar Principle Абдажи Раз, два, три! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА はい Раз, два, три! Классный момент, мне вот стало интересно, то ли у тебя такая выдержка, то ли тебя атаковал Овечкин, ну как прессовал Овечкин и делал голосовые сигналы, типа «хань-хань-хань», и ты просто не отреагировал, это остальные яйца или ты не знал, что делать? Нет, я не узнал его голос, так если бы узнал, то, наверное, не испугался бы, и, конечно, даже подводрил быстрее принять решение, и это мне больше пошло на пользу, я его просто там оставил в зоне, а так очень прикольное ощущение, надеюсь, на GoPro хоть записалось, посмотрел, там есть момент, когда он на меня катит, я просто встречаю прикольное ощущение, просто ты когда-нибудь смотрел в лицо движущему поезду, один в один? Окей Ну, блин! Ну, блин! Никто не может вывести Овечкина на игру из его офиса, не было пока ни одного щелчка из офиса, а очень хочется, конечно, это увидеть своими глазами, но тут очень многое зависит именно от сокомандников, но пока нет. Овечкин покрикивает, следит за командой, капитан есть капитан, он, капитан, видимо, это не просто где-то какая-то должность, а это дух, это то, что есть где-то что-то внутри. Паша, ты вот когда бьешь булит, или у тебя выход один в ноль, ты вот заранее решил, что ты будешь делать, или ты сразу, или ты по факту? А, когда один на один, ты все равно бежишь, ты понимаешь, сколько тебя догоняют, какая скорость, на какой-то большой скорости ты не сможешь играть. Да, ну а булит ты как-бы... Ну, в большинстве там, у тебя, смотри, ты берешь кружку, либо ты там бросаешь, либо что-то показал, вернул, ну, как-бы у тебя три варианта в основном. Да, ну ты выбираешь прям заранее, или ты меняешь его по ходу? Да, 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 ну ты дергаешь, если в этом не дергаешь, то меняешь. А, все понял. Че-то, он на че-то поведется, главное, чтобы он первую движение сделал. Понял. А если он не ведется, то уже, знаешь, там че-то надо убирать. Понял, то есть ты принимаешь решение по факту последние секунды? Ну да, все первое. Ах да, е-мое! А в НХЛ такое же расстояние до борта от лапки? Не-е-е. Не? Вот здесь лапка. Ага. Ну да, я поэтому и думаю, как вы сидите, типа, вот так. Я бы думал, что на корточках что-то вы сидите. У нас там не развернуться, там вот ты как сел, все, ты встать, там пройти, это очень проблематично. Ты сам сидишь, просто двигаться по факту. Кто-то ушел, ты ввел место. Ага. Так вот, походи здесь и там место. Ну, с другой стороны тоже, типа, чтобы чувствовать в одной тарелке все. Ну чей, 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 чей! Не, ну это не наш был. Это был центровой? Да. Мы за защитники, у нас с одним человеком забивают. Ну, алькадорно, да. Ну, я видел, ты того берешь, я Пашу справа. Ну, не-не, неправильно, я видел, что ты на него вошел, я пошел на Пашу. Защитники, нет, защитники просто все равно, они как-то за всех отвечают. Защитники страхуют нападающих всех, нападающих всех нас. Короче, в профессиональном мире это не отмазка была бы, да, для нас. А, все, я понял. Я тут думаю, ну, мы в любителях так играем, типа, я вижу, он пошел на него. Ну, это бы просто играть каждый с каждым. Да, да, каждый с каждым, да. А если кто-то напал, то там уже все. Если кто-то один ошибся, напал, и ты как-то со своим местом стоишь, тебе надо все равно помочь пояснить. Понял, я должен был тогда на него выходить. Да. Да. Леньше всего, всего, взять и стоять, и сказать, что это был пар, и он забил. Все, я понял. Я понял, да. Ну, ну, сорян, не знал. В общем, ты вместе боролся. Спасибо большое. Я видел, видишь, скамейка взорвалась. Да, да, да. Это радость, да, на проекте? Это радость, да. Когда там Паша что-нибудь приятное скажет, или там Артемий, или там Александр Адулов по щиткам ударил, прошел, я не знаю, может не мне, а может случайно, а было приятно. Артемий, можно поприставать? Да, да. Я по делу-то ничего не скажу. Игра прошла уже, ну, нормальное время, 1-0, то есть никто не хочет уступать, и все прям по-серьезному. Ну, понятно, что без силовых это было бы глупо, но... Почему они сейчас все впереди? Сейчас все начнется. Да. А есть желание, так сказать, вывести просто игру в красивое русло, чтобы был красивый счет? Да, да. Я вот, допустим, первый лед у меня, я пока не чувствую ни коньков, ни шайбы, ни льда. Ну, я слышал сейчас, что 10 дней вообще без всего, да, в деревне спокойно было. 10 дней, но я спортом-то занимаюсь. Нет, я понимаю, а тут вдруг раз взрыв эмоций, да, все с камерами лезут. Не, но улет все равно надо поддерживать, надо... Да, удачи. Давай, все, надо идти. Да. Быстро-тен AMе ей правы. Поехали! Да, улет just Здравствуйте. Собака, а? Да, извиняюсь. Да, я сам все решу, ребят. На вас надежды нет, я все сам решу. Да, все, Максим, все мне, все через меня, как у вас дела, устали вас? Да, устали. Да что ж ты будешь делать? Бежим обратно, дыхалки нет, будет передача. Да, да, да. Так он не шелохнулся, он стоит, все углы, выбирай, просто точно попади. Я, ну я вроде все, кисти зажал, в лед ее воткнул, чтобы она, ну... Так она, если ты в лед стыкаешь, то она у тебя низом полетит. Не, ну я, ну не совсем в лед заранее, но грубо говоря, чтобы она хотя бы это... Чуть-чуть прикопал. Чуть-чуть прикопал, да. Нет, а когда ты близко, куда-то наверхом, они все садятся сюда. Да, я и хотел верхом, это не значит, что я не хотел так. Да, просто так получилось, да? Да, если у меня не получилось, это не значит, что я не хотел. Ой, понял, все честно сейчас будет. Да, не, я видел, он уже сидел, уже он все поднял, я такой, ну все, надо бросать. Я сдуру просто, как это, в диван называется? Напротив Павла, Пабло Македана. Да как так быстро-то? Да, какие шансы были? Как кусок собаки. Вот? Да, спасибо, называется. Тимур, не бойся его! Не бойся! Тимур, не бойся его! Ой, ой-ей! Александр, прошу прощения. Спасибо большое. Извиняюсь. Да, это просто надо, молочек, молочек. Делал игру интересную. Иди-ка извиняюсь. Давай догоняемся, пойди попробуй догонять. Сломай, что нам рекорд не поставят. Извините, пожалуйста. Я дико извиняюсь. Зачем, не снимайте! Не снимайте меня! Что ты сказал? Я его уронил. Витя, как это? Ну, это ужасно, во-первых, потому что, на самом деле, это случайно произошло. Мы говорим о моменте, когда я просто плюшку ставил между ног Александра Овечкина. Ну, потому что он меня запутал. Ну, я там в двух своих конечных, в третьей палке, я весь загружился, запутался, и поэтому она как-то залезла туда. Но было так, я бы не хотел, например. Знаете, вот в игре я видел моменты, когда кто-то его хитовал, и он запоминал номер. И я вот хотел бы сказать, надеюсь, он мой номер не запомнил. Максим, с вопросом. Визуально видно, что форма на месте и на льду, ускорение и все остальное. В чем секрет? Вообще форма в бауле лежит уже два года, а так все нормально, действительно. Читал интервью, что папой хоккеисты быть сложнее, чем намного. Конечно. Много эмоций и переживаний. Ужас, ужас. Тут все от тебя зависит, а там от сына уже. Спасибо, спасибо. Все, все. Отличный матч, 10-10. Отлично сыграли. Номер 10, Нью-Йорк Рейнджерс. Итак, Артемий Фанарин. Классика. Это было очень, это было очень, великолепно. Это было просто потрясающе. Итак, Александр Овечкин сейчас. Давай, устраивай. Это Машингтон капитал, себя видим. Ого! Это было восхитительно. Это было восхитительно. Это было восхитительно. Это было восхитительно. Видимо, было скучно, и он решил высечь просто Овечкина по две ноги клюшкой. Как это было? Я уже везде, где берут интервью. Я извиняюсь. Я не знаю, какое из этих интервью Александр Овечкин посмотрит. Это было случайно, ненамеренно, неосознанно. Я испугался больше, чем он, это 100%. Вообще, на самом деле, если говорить о наличии камеры на голове, вообще не чувствуется. Ты не переживаешь, она не добавляет веса, ничего не меняется. Это отличный момент. Я надеюсь, что что-то какие-то были веселые рептики с моей стороны, хотя я там половину времени дышал, как будто я задыхаюсь. И в целом, Сань, если тебе что-то из этого пригодится, я буду только сейчас. Это будет очень круто. Спасибо тебе огромное. Конечно. Суть, это уже вторая твоя такая игра. Состав стал намного более звездный. Притупляется ли чувство кайфа? Нет, вообще нет, честно вам сказать. И в этот раз площадка меньше. Как бы, я не знаю. Короче, мне кажется, больше времени у меня было с шайбой, с владением. Из-за того, что она быстрее к тебе приходит. У тебя меньше времени на принятие решений, но в целом ты больше этой шайбой владеешь. Я, на самом деле, получил очень большое удовольствие. Второй, третий раз, я уверен, четвертый раз и все будет только лучше и замечательно. Ну и, собственно, это был следующий вопрос. Если еще раз позовут. Конечно. Успеют ли они закончить предложение, прежде чем ты скажешь «да». Я думаю, что в целом, если Антон Королев, который в этот раз со мной списывался, это хоккей в курсе. Да. Я думаю, что в целом, я когда увижу, что Антон Королев мне что-то печатает, просто я сразу буду говорить «да». Да, да. Музыку, которую вы сейчас слышите, включил Павел Маркина. Артемий Панарин ходит здесь, отдыхает и максимально добродушен, максимально открыт. Подшучивает, говорит, что может еще что подписать, да, просто чтобы вы понимали. Я не знаю, сколько он сегодня что подписал, но объем работы вот этой, как сказать, сопутствующей его звездности у него огромная. И не только у него, естественно, и у Овечкина, и у всех. И знаете что? Я хотел забрать шильдик над каждым местом, где сидят в раздевалке спортсмены. Есть шильдики их, да, номера и фамилия. И я хотел забрать Овечкина. Ну, я думаю, таких, как я, много. Но я забрал ничуть не хуже, учитывая, что это благотворительный матч Артемия Панарина. Я забрал. Пасторг. Расписался. Это будет у меня дома висеть. Это я надолго запомню. Это кайф.